Главный враг идеальной прически в холодное время года – это головной убор. Можно сделать удачное окрашивание или стильную стрижку в салоне, но все испортит шапка или берет. Справиться с проблемой помогает перманентная укладка при корневой объем. И сейчас я расскажу, как это работает. Есть определенная техника, есть определенные бигуди, которые дают возможность создать прикорневой объем. То есть это тоже из серии перманентной укладки. Это сейчас называется не карвинг, не химическая завивка. Все-таки перманентная укладка называется. То есть мы просто приподнимем корень, то есть проработаем составом прикорневую зону, чтобы она у нас имела объем. Конкретно задача у нас прикорневой объем создать. Соответственно, мы взяли бигуди в виде зажима. Здесь не будет кудреть. Здесь будет просто вот такой вот чуть-чуть объем, естественно, от корня. Сначала мы очистили волосы. Кожу головы здесь сильно не очищаем. Почему? Чтобы не смыть липидный слой. Так как все равно у вас химическое воздействие, поэтому кожу нельзя сильно очищать. Нужно ее мягко очистить. В основном очищается волос. Дополнительный объем от корня – это то, в чем нуждаются обладатели длинных волос. Особенно те, у кого очень тонкие волосы, а также те, у кого волосы быстро становятся жирными. С тонким волосом, тех, у кого кожа немножечко склонна к жирной. Когда морозы, холода, у нас себум выделяется больше, соответственно, кожа жирнится и волосы тоже. Когда мы делаем прикорневой объем, у нас получается, что волос не плотно прилегает к коже головы, и волос не грязнится. И, соответственно, кожа так тоже не выделяет такое количество себума. И укладка держится больше. Мы можем вообще зонально здесь работать. То есть хочется вытянутый силуэт, мы можем сделать на определенной зоне. То есть мы можем сделать на теменной зоне, зону деки это называется, и верхней боковой зоне. И чуть макушки, часть дозутылочного бугра. Это самая такая проблемная зона, которая всегда без объема. И, соответственно, будет вытянутая форма. Можно сделать в области челки вот здесь объем. Кому-то надо, чтобы она стояла, челка. Можно по всей голове сделать. Но это будет просто круглая голова. То есть нужно смотреть, какой овал лица, какой тип лица. То есть пойдет ли такая форма. То есть форма же видоизменится от объема. В зависимости от того, где будет объем расположен. При завивке мы можем дать направление волосу. Поменять природный рост волос мы не можем. Это генетика. Но сделать направление, поменять на какой-то период времени мы не можем. Кому-то от лица нужно. Вот мы носим на прямой пробор, мы будем делать от лица. Кладем вот, да, бигуди. Если кто-то носит на какую-то сторону, соответственно, направление будет другое. То есть еще нужно направление выбрать. От этого тоже будет объем зависеть. Эффект держится месяца 2-3. Можно повторять через 2-3 месяца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok